Приехал сюда по делам волонтерским, еду в Софию, и потом вы в Софию. Увидеть семью. Так, ну меня всегда, когда свидетельства переполняют, у меня очень много чего рассказать о великых чудесах Божьих. Наверное, не хватит и всего служения. Может быть, я могу донести конца автослужбы, если ты расскажешь все четыре чудеса в мой живот. Мы очень приморские, это Бердянский район, Запорожская область, очень долго молились о том, чтобы в центре города у нас была молитва, чтобы весь город стоял на молитве. Ну, вы знаете, мы так смотрели на наших сестер, особенно бабушки, они с такой уверенностью молились, и мы так, ну, как-то скептически. И когда началась оккупация, собрался весь наш город на такой, как сбор. И год започнул оккупация, то наш город все собрал заодно. И мэр предложил спеть гимн. И к мэр предложил, да и спеем химн. А так как у нас в основном проживали все русскоязычные, в основном мало кто... И пословно всички, кто живет там, бяха русскоязычные. Кто умел петь, тот не знал гимн. Нет, кой-то можешь и допея, не знаю, то есть химн. А кто знал, тот не умел петь. А кой-то знаю, не могу допея. И у нас в городе были два миссионера Западной Украины. В городе имахме два миссионера от Западной Украины. Таких два крымезных браты, крымезных, ну, крепких. Многу такива эдри, братья. С такими голосами, и они как спели. Имаха многу сегодня голосовые, как и спяхаты. И когда мы спели гимн, он говорит... Вспоминаю, сейчас тяжеловато. Он говорит, если вы не против, мы сейчас, говорит, помолимся. И когда ты спишь гимн, ты скажешь, а кто не сте против, что ты себе помолим? У нас в городе особо не набожные, церкви есть, там, ну, такое. А так как, когда у тебя стоят танки, ну... И люди так, знаете, так, ну... И хората такая, кажется, ха добрее, айдем, если помолим. И, знаете, мы думали, что это такое разовое что-то будет, но... На протяжении месяца пока, ну, нас не разогнали, там, каждое утро... А, на следующее утро, когда мы собрались... И следовало, что с утрен, куда-то усы собрали... И спели гимн... И кто-то из толпы кричит, а молиться... И не какую толпату, Вика, а да се молим? Да, и так, вы знаете, я сначала смотрел, и потом уже всплыли слова молитв от наших сестер, которые... Начало тут гледах, и после-следовремя се сетих за молитвите на нашите сестри от нашата церкви. И даже такое, знаете, было провозглашение. Будет стоять... Люди, и молодые, и старые, будьте молиться Богу, и воздавать ему славу. И, знаете, ну, война – это плохо. Война – это лошо. Но она обнажила в людях, ну, такие вещи, которые, может быть, годами лежали закрытые. И тя помогла да раскрыли на хората нещата, които са били скрыти, может быть, през години. В войну очень остро воспринимается помощь. Очень остро воспринимается предательство. Очень остро воспринимается внимание. Много остро се воспринима по времена войната. Помощь, предательство и... Помощь, предательство и внимание. Да. Много остро его воспринима от хората. Обустрява се. Обустрява се. Знаете, ну, вот мы сейчас уже в Запорожье. И в град Запорожье. Уже там 9 месяцев. И вчера ехал сюда, ехал через Николаев. И мы год назад, два года назад... Преди две години. Без слез не скажешь. Мы с женой были на моё день рождения, она мне взяла подарок. Прекрасный город был. Я еду по этим улицам, я их узнаю. Я вижу, как всё, знаете, всё разрушено. Но люди остаются сильными, знаете. Я был в вашей церкви и узнал, у нас в Запорожье церковь, тоже называется на скале. И в нашей городе в Запорожье существует церковь, где-то наречена скала. Я туда пришёл, когда попал, выехал с оккупацией, и мы сейчас в этой церкви. И куда-то излялся от оккупаций, а ты запозже доходишь на церковь. Один из братьев мне говорит, есть в Варне классная церковь, живая, обязательно сходи. И когда мы с женой поговорили, я приехал в 28-м, я так расстроился, что не могу к вам попасть. И тут у меня получилась вторая поездка, и я специально там топил всю ночь, чтобы попасть к вам на служение. И аз цяла ночь плетувах, за да попадна на вашето служение днес. Да, слава Богу. Слава на Бога. Да. Одно скажу, церковь, у нас сейчас идёт непрерывна молитва. В церквата ни непрерывно се молят хората. В Запорожье. Очень сплотилась церковь межконфессиональная. Межконфессиональная. Между конфессией. Да. И, ну, знаете, как не было, не был счастлив, до несчастья помогу. Да, так что... Простите, что у меня так чувства переполняют. Извиняем, что мы переполняем чувства, но всегда рассказываю свидетельство меня. Да. Мне хотелось это сказать. Мне хотелось поблагодарить и вас, что столько нас приняли. Искам да ви благодаря, что не приехали. Надеюсь, что из Украины есть кто-то. Надеюсь, что има някого от Украины. Да. И, да, ну, слава Богу. Слава на Бога. Ну, у меня всё. Давай, Всичко. АПЛОДИСМЕНТЫ